Субтитры сделал DimaTorzok Маленько меньше, ну что, поехали! Итак, девчонки, сегодня у нас на обзоре будет марка Ускуси, их коллекция Naomi Как вы уже знаете, у Ускуси и у торговой марки Харуяма один хозяин, они как два брата Только, наверное, назовем их сводными братьями, потому что у них одинаковые коллекции Одинаковые цветники, кроме базовых, но разный состав Тот же самый сайт, что у торговой марки Харуяма, я вам это уже рассказывала В коллекции Naomi 201 цвет, у меня для вас только 12 Если хотите продолжения, естественно, ставьте лайк под этим видео на YouTube и пишите в комментариях 8 мл, одинаковый совершенно флакон с Харуямой У них выкраска также сверху У них дата производства, номер партии, срок годности будут выдавлены вот здесь на крышке У меня пилотные флаконы, поэтому вы здесь этого и не видите И из серии знак качества, две буковки и номер партии Трехфазники наносятся на базу, покрываются топом Что касается запаха, запах не такой, как в Харуяме, у него другая отдушка Я бы назвала ее какой-то, знаете, как какой-то, ну как какой-то вот тортик Вот чем-то вот таким вот пахнет именно вот что-то связанное с ванилью Но далеко от флаймаревской отдушки, да Она не приторная, в нос не бьет Новые формулы именно нацелены на то, чтобы запах был, но был комфортный для работы мастера Итак, 12 оттенков коллекция Наоми, девчонки сборная солянка Поэтому мы сегодня смотрим из серии все Давайте называть это, например, цветом первым Консистенция и кисточка У них достаточно пастозная, кисточка мягкая Будем смотреть, как работает с этой консистенцией Розовый поросячий цвет, который я терпеть не могу Они сложны в нанесении Девчонки, по поводу новички По поводу у меня плохо ложатся такие оттенки на смоделированные ногти Либо на ногти, укрепленные гириллаком Не оставляйте барханов Самовыравнивание среднее, гириллак двухслойник Давайте продублируем цвет Девчонки, самовыравнивание достаточно быстрое Кисть не разбивает материал на сегменты Понравилось нанесение Плюс ценовая политика 8 миллилитров, порядка 250 рублей У официальных представителей Хороший тусводник даже можно назвать полутораслойником Сушим Номер 5 Девчонки, у меня цвета не по порядку У меня сборная солянка Это вот такой, больше похожий на витраж рыжий Что-то меня начинает сомневать Давайте нанесем Да, девчонки, это витражный цвет Он будет очень козявисто наноситься Он достаточно на водянистой основе Хоть он и хорошо самовыравнивается Дублирование обязательно новичкам бы не советовала Он на неоне, он немножечко выленил Давайте продублируем, девчонки Ну, как вам сказать Мне этот цвет, ну, не очень понравился В нанесении На второй слой хорошо перекрывает Но, опять же, прерогатива работы мастер Номер 10 Девчонки, синий индиго Возлагаю большие надежды на этот цвет Потому что, посмотрите, у него консистенция тянущаяся И я надеюсь, что он будет не витражный, а пигментированный Девчонки, по поводу пигментации Скажу вам так Пигментация средняя На второй слой он даст хороший тон Тем более, если утесть то, что на руках клиента Он все равно будет намного благороднее смотреться Чем на белом типсе Самовыравнивание ниже, чем у предыдущих Он более маслянист по консистенции Я дублировать буду средней капелькой, девчонки Да, на второй слой это будет хороший оттенок на натуральных ногтях Не скажу, что выравнивание уровень бог Но достаточно Не затекает под кутикулу Мне нравятся такие консистенции, которые даже по жирной дисперсии базы не текут Двадцать первый Девчонки, это вот такой вот цвет молодой зелени Без всяких вкраплений Я хочу на него посмотреть Консистенция у него немножечко другая Она разжиженная И если честно, девочки Цвет, который во флаконе И цвет, который вы получаете на типсе Они очень сильно разнятся Хоть он и не полосит Хоть он и быстро самовыравнился Но, девчонки, как вам сказать Разница же есть Давайте нанесем второй слой Нет, девочки, это что-то очень странное Безумное Я не фанат таких цветов Тридцать второй Девчонки, это розовая пастель Это барби пастель Это не псилая свинка Давайте нанесем Хороший цвет Единственное, что я бы сюда кисточку бы помягче Потому что эта кисточка достаточно так продирает консистенцию Но она с ней работает в один средний слой Девочки, это большой плюс Давайте продублируем Я сейчас отжимаю кисть Девчонки, объясняю, почему я наношу вот так И почему у вас нанесение без склеек Чтобы вы видели, как материал разносится И будет ли он давать борты вам по боковым и свободному краю Я не люблю материал, который портит мое моделирование Я люблю материал, который это моделирование делает еще лучше Номер 39 Девчонки, это вот такой вот цвет брокколи Я не знаю по поводу, конечно, растяжек Амбре, шатуши, градиенты и френчи на всех цветах Но я знаю точно, что вот этот, например, цвет Для градиента будет очень сложный Для френча будет очень сложный Да и вообще, девчонки, в основном такие цвета берут для флористики Давайте продублируем Девчонки, этот цвет абсолютный двухслойник Конечно, выбор цветовой палитры Блин, ребята, ну не знаю 56-й, девчонки 56-й, это голубая пастель Девчонки, вот как вам сказать Сразу можно увидеть по консистенции материала Какой этот материал будет, да Вся пастель, которую мы сейчас с вами в узкусях смотрели Это была фактически полутораслойная пастель И этот цвет не исключение Потому что консистенция была более тянущаяся Лайк Я буду брать минимум Да, не выцветает, не полосит Второй слой добавляет насыщенность И смело можно назвать этот цвет полутораслойником Но я бы два минимально тонких наносила Цвет 61, девочки Это розовая пастель Такой, знаете, классический пудровый розовый С вкраплением неона Давайте нанесем Я тоже, так же, как и предыдущий цвет Скажу вам, что он абсолютный полутораслойник Да, то есть, как мы видим В Наоми вся пастель шикардосная А вот что-то с цветниками Ребята, налажали Давайте продублируем Я так же сейчас отжимаю кисточку насухо Фактически, девочки Они полутораслойники Они не выгорают Они не выцветают Я слышала очень много хваленых отзывов об Ускусе Да, самовыравнивание, уровень бог Очень быстро, мне очень нравится 65, девочки Еще одна пастель Она голубо-сиреневая Мы обязательно с вами поставим близкие по тонам цвета Чтобы посмотреть, в чем их различия Девчонки, вот эта пастель, если честно, достаточно водянистая Я не скажу, что она не будет работать полутораслойно Но водянистость присутствует в этой пастели Поэтому по жирной дисперсии базы она может кататься Давайте продублируем Девчонки, второй слой хорошо перекрывающий Но все-таки меня вот, ну, смущает Это более водянистая консистенция материала 73 Девчонки, это очень похож на Сарбе На эмевский цвет У него достаточно тянущаяся консистенция Цвет соломенной шляпки Пастель неоновая Давайте посмотрим Девчонки тоже разбеленные Разбеленные, разжиженные Но при этом, в отличие от предыдущего Он не производит впечатления какого-то водянистого Но на кривом выравнивании Сослужит плохую службу новичкам Так что в любом случае надо дублировать Да, то есть Он двухслойник Второй слой не закрывает Косяки первого, поэтому аккуратнее Ну вот И наносите максимально на ровное выравнивание Туфтология получается, да? Предпосредний цвет, девочки Это 79 Это еще одна пастель Это градация соломенных оттенков Которые выбелили просто в смерть Это умершая соломенная шляпка Она с серым-зеленым подтоном Такой очень молочный цвет Для слайдеров газетного типа Наносится очень хорошо Распределение хорошее Полос нет Давайте продублируем Этот гириллак можно спокойно назвать полутораслойником Вот разносортится вот такая вот в гириллаках В консистенциях мне не очень нравится И последний цвет, девочки Это 85 Тоже пастель Которая очень-очень похожа на орхидею Давайте нанесем Ну, девчонки, я не скажу, что здесь плохая пигментация Пигментация здесь выше всяких похвал Гириллак очень быстро самовыравнивается В принципе, если вы будете делать дубля Что только для насыщенности цвета Вы мне напишите, пожалуйста, в ролике Под роликом в этом видео Какие цвета из Наоми есть у вас Торговой марки Ускуси И какие, по вашему мнению Самые бомбичные и высокопигментированные Как, например, 85 Мое мнение по поводу торговой марки Ускуси Коллекция Наоми Выборка из 201 цвета На ваш обзор было представлено 12 цветов Ну, что я могу сказать? Во-первых, совершенно разные консистенции Разная работа Некоторые цвета вообще просто по работе неприемлемые Такие, например, как 21 Например, чисто для меня Прелегатива работы мастера Как в коллекцию Вот в эту вот на мою выкраску Затесалась, простите меня Куча пастелей и 4 Не пойми кого Да, то есть это неон, два зеленых и синий индига Ну, а по поводу пастели из Наоми торговой марки Ускуси Могу сказать так Единственный цвет, наверное, который меня немножечко смутил И даже не смутил, может даже немножечко возмутил Это 65 чисто по нанесению И вся остальная пастель абсолютные полутораслойники Наработает консистенция хорошо с кистями Консистенция более-менее одинаковая Ну вот, плюс кисти хорошо плющится Достаточно мягкий Ценовой сегмент порядка 250 рублей за 8 мл Официальных представительствах на сайт, который я вам дам Фактически отсутствие запаха этой вот отдушки Которая была в Ускусе тоже достаточно Такая не сдержанная консистенцию Поменяли, да, вместе с формулой Поэтому отдушка стала более терпима Ну и, девчонки, как вам сказать В принципе, ну, пойдет, пойдет Постелька очень даже ничего, особенно за такую цену Но, например, цветники, которые вот 21, 10, 39 и 5 Ну, не знаю, меня как-то не впечатлило Ну, естественно, все на выбор мастера Все на выбор вас Ну, вот, в принципе, что хотела, сказала Что не хотела, тоже сказала, девчонки А на данный момент у меня все С вами была Юлия Лапшина Нейлмастерская Чеширский Кот Обязательно под этим видео напишите мне А какие вы гирилаки из серии Наоми торговой марки Ускусе пробовали И какие для вас по цветникам Трям чеширско-бомбичные и по нанесению Ну, а на данный момент у меня все С вами была Юлия Лапшина Нейлмастерская Чеширский Кот Не забывайте лайки Подписываться на мой канал на YouTube И всем до скорых встреч Трям, девочки! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok